Привет-привет и добро пожаловать на мой канал! Несколько месяцев назад я провела небольшой эксперимент. Была в течение недели на кето, но без мяса. Так называемая кето вегетарианская. И сегодня расскажу вам, что из этого получилось. Кроме того, покажу вам, что я ела, как это выглядело в дневнике питания и расскажу некоторые рецепты. Оставайтесь со мной, будет интересно! Давайте начнем с того, что же сподвигло меня на этот эксперимент. На самом деле, чистое любопытство. Временами мне уже становится скучно на чистом кето или же на ЛЧФ и хочется попробовать что-то новое. При этом отказываться от низкоуглеводного типа питания я пока не готова, поэтому нахожусь в некотором поиске. И если ты такой же любопытный искатель в вопросах здоровья и хорошего самочувствия, прямо сейчас нажимай на колокольчик и кнопку подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Вокруг меня достаточно много людей, которые придерживаются различных стилей питания, но брать их и пробовать в чистом виде я все-таки поостерегаюсь. А вот некоторые элементы позаимствовать можно. И так я решила провести неделю без мяса. Пообщавшись с гуглом, я обнаружила, что существует множество различных видов вегетарианства. И наиболее приемлемыми в этом эксперименте для меня показались лакто-вегетарианство, то есть исключение продуктов животного происхождения, кроме молочных, ово-вегетарианство, то есть исключение животных продуктов, кроме яиц, и лакто-ово-вегетарианство, исключение продуктов животного происхождения, кроме яиц и молочки. Также я подобрала новые рецепты, плюс-минус адаптировала их под себя, составила рацион и, конечно же, внесла все в Fat Secret. Я старалась по возможности придерживаться классической кето-пропорции 75-25. И белок набирала из яиц и сыра. Некоторые рецепты оказались очень вкусными и вошли в мой рацион на более или менее постоянной основе. Ссылочки на все рецепты я оставлю в описании под видео. Ну и сразу скажу, что некоторые из них я адаптировала под себя. То есть они не совсем такие, как представлены на ссылках. Итак, понедельник. Оладьи из цветной капусты и брони-кофе. Первый раз я их делаю по рецепту, по ссылке с добавлением сыра. Сейчас же я делаю намного проще. Я беру 200 грамм цветной капусты, мелко ее режу, добавляю 2 яйца, 10 грамм миндальной муки, соль, перец и тщательно перетираю в блендере. Жарю на топленом масле на среднем огне до румяной корочки. И на самом деле из всей недели без мяса этот рецепт оказался самым классным, самым вкусным. И сейчас я действительно частенько на завтрак себе готовлю такие оладушки. На ужин и обед у меня были фаршированные перцы. Как вы знаете, я девушка достаточно ленивая, поэтому я их приготовила на 2 порции, то есть на 2 дня. Рецепт этого блюда вы найдете в описании. И, честно говоря, мне оно не очень понравилось, и после недельного эксперимента я такие перцы больше не готовила. К ним я также сделала салат с оливками и оливковым маслом. Вторник. На завтрак у меня была моя любимая яичница болтуни со шпинатом, и также я добавила пармезан, ну и бронекофе. Готовится это блюдо достаточно просто. Я в течение 2-3 минут бланширую шпинат. После этого откидываю его на дуршлаг, мелко режу, выкидываю на сковородку, вбиваю туда яйца, при желании добавляю сыр, перемешиваю, ну вот в общем-то и все. При этом я очень большой любитель шпината, и это один из моих самых любимых завтраков. На ужин и обед во вторник у меня были все те же не очень вкусные фаршированные перцы и салат. Среда. На завтрак у меня была кета шакшука, это традиционное израильское блюдо из яиц, овощей, в моем случае это были помидоры и зелень. Рецепт также в описании под видео. Кстати, блюдо достаточно вкусное, попробуйте приготовить. На обед у меня был суп из цветной капусты. Этот рецепт у меня на самом деле не очень хорошо получился, и суп был скорее похож на достаточно густое пюре. Для того, чтобы набрать нужное количество белка, понадобилось положить много сыра. Ну а на вкус было ничего, рецепт опять же в описании. Четверг. На завтрак у меня были блинчики со сметаной и брони кофе. Этот рецепт был с миндальной мукой, опять же смотрим в описании. Достаточно вкусно, но свои блинчики из маскарпоне я, если честно, люблю больше. На ужин и обед я сделала себе запеканку из цветной капусты, причем я ее сделала не в обычной квадратной какой-то форме, а в формочках для кексов. Получилось достаточно мило. Готовиться достаточно просто, нужно немного приварить капусту, примерно до полуготовности. Взбить яйца со сливками, либо со сметаной, либо даже с маскарпоне. Посыпать капусту тертым сыром и залить смесью яиц. Поставить в духовку и запекать до румяной корочки. Пятница. На завтрак у меня была фритата и брони кофе. Рецепт фритаты опять же в описании. Ужина в тот день, как такового у меня, если честно, не получилось. Мы поехали в поход по местам силы. Мне не хотелось заморачиваться с едой, тащить с собой какие-то лоточки или судочки, поэтому я просто взяла орешков. В дневнике питания я их не считала, но думаю, что осталось в рамках своего эксперимента. Суббота. На завтрак у меня были оладьи из цукини со сметаной и брони кофе. Рецепт все там же, не могу сказать, что это блюдо прижилось в моем рационе. На ужин у меня был веганский тофу с баклажанами и нет, это не очень вкусно и больше я такого готовить не буду. Воскресенье. Омлет из тофу, мой любимый брони кофе и нет, это вообще не съедобно. Я во время этого эксперимента в очередной раз убедилась, что тофу это совершенно не мой продукт, как бы я его не готовила. На ужин у меня был салат с сыром манури. Манури это очень вкусный сыр, он прям кето-кето, потому что очень жирный. Но я его привезла из Греции, поэтому, естественно, в русскоязычном фатикрите его нету. Ну и, кстати, вот вам заодно рецепт, как рассчитывать рацион ручками. Итак, мои впечатления от недели на кето без мяса, к сожалению, нет. Практически всю неделю у меня был дискомфорт в желудке, вздутие, боли. Иногда немножко подташнивала, а на четвертый день еще и сыпь какая-то появилась. Думаю, что это от обилия сыра, и теперь я точно знаю, что молочку в больших количествах мне употреблять нельзя. Каких-то особых бонусов я, если честно, для себя не увидела. Да, возможно, было немножко больше легкости в теле, но это нивелировало с дискомфортом в кишечнике. Зато в моем арсенале появилась парочка новых вкусных блюд. Если же убрать молочку в таких количествах, то белок мы можем набирать только из яиц. В принципе, это возможно, но на мой вкус скучновато. Либо же не заморачиваться с количеством белка в рационе, как это делают большинство вегетарианцев. На этом у меня на сегодня все. До встречи в новых видео и будьте здоровы! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok